Я хочу всех приветствовать, спасибо вам за то, что пришли. У нас сегодня такая тесная, хорошая компания собралась, и это очень здорово, потому что гололед, потому что холодно, потому что место новое, прекрасное. Кстати, надо поаплодировать тем людям, которые это место. Вот, друзья мои, я очень рад вас видеть, и поэтому буду петь для вас самые пронзительные песни. Спасибо. Яблоко раздора наливным плодом на блюде. Небо мое сердце громыхает для острастки. Войн ходит стройный, а ребенок по указке. Под ногами глинина месива чужой работы. Предали в четверг, да приказали жить субботы. Мама говорила мне, будь осторожен, до конца не будь уверен ни в ком. Видимо, я сплю иглой бы по коже, до меня уже пронзили штыком. Чем быстрее к финишу, тем интересней музыка, которая вечна во мне. Если ты не знаешь, о чем эта песня, Если ты не знаешь, о чем эта песня, Значит, ты не был в моей стране. Небо мое сердце, да что ни жара, все холод. Плохо, если старым, да тяжело походу молод. Ходит дождь по крыше, тикают часы на полке. Воет пес на прелесть, лает на свободу гонки. Мама говорила мне, будь осторожен, до конца не будь уверен ни в ком. Видимо, я сплю иглой бы по коже, до меня уже пронзили штыком. Чем быстрее к финишу, тем интересней музыка, которая вечна во мне. Если ты не знаешь, о чем эта песня, Если ты не знаешь, о чем эта песня, Значит, ты не был в моей стране. Небо мое сердце, родина моя больная. Вроде все в порядке, а как дальше жить, не знаю. Так вот и бреду, пока не напломилась в уния. Небо мое сердце, небо мое сердце. Мама, мы еще живые. Мама, мы еще живые. Мама, мы еще живые. Мама, мы еще живые. Небо мое сердце, небо мое сердце. Небо моё сердце, небо моё сердце. Она возвращалась с работы где-то после пяти, И северо-западный ветер шепнул ей людей. Она полетела над горлом, дыша его синевой. Сначала над маленькой лужей, потом дыша на дневой. Летела сквозь пыльные страи, сквозь плябь и болот, Сленяв и выкинув вещи, оставив только полёт. Внизу бежали трамваи, гудели в отрос и порта, И кто-то валялся зенит, а кто-то валялся смартфан. Коты бежали за кошками, а мэр за ментом. Никто и не думал о том, что с ними будет потом. Гуляли по городу люди в кабинах машин, Казалось, они будут рядом. Только рукой по машинам вздымался дым из трубы И уходил во влага. Очередно лепил из рек, котелок из близких лага. Правая рыб, убил совесть и завонил её в сеть. Но, несмотря ни на что, она продолжала лететь. Её пытались вернуть и поделить пополам. Трезвонили панамарии, блестели во всю уголах. Тусовщики и пилигримы её пытались спасти, Но тот, кто умеет летать, уже не сможет ползти. И она летела над городом, дешевый осень мой. Сначала маленькой лужей, потом уже над небой. Ведь игорь, западный ветер, шипнул ей и лети. Она летела над городом, где-то после пяти. Ты неси свои яблоки, колючий как ёж. Ты спешь покричь за всутки, и от всего устаёшь. Одни кричали убить, другие вопили метрою. Летят света и тига, зелёвая ветка метро. Метро нет. Метро нет. Метро нет. А можно песню человека? Она в акустике не поётся. Приедем в полном составе, спою обязательно. Специально, в принципе. Едем в полном составе. Обязательно. Вот другая новая песня. Я споткнулся, мама. Головой в снег я очнулся на вокруг двадцать первый век И на первый взгляд, мама, здесь все в порядке Мне приснилось, мама, то, что я речу А подо мной войска и все плечом к плечу Пригляделся мама, а это дети играют в прятки Мне приснилось, мама, что я пришел с войны Целый невредим, да не нашел страны И непонятно, мама, этот мир, он был или не был Но я видел, мама, белый шум больниц Равнодушие масс, призвол единицы И мой блаблакар, словно табор, уходит в мир Время несется, вскачет Время бежит по кругу Сколько же было слов Сказанных не всерьез И несколько теплых слов Чтобы понять друг друга Несколько теплых слов Несколько теплых слез Теплых слез А у нас тут мало Городская пыль Запредельный явь невесомый И никто не хочет, мама, сдаваться без боя Человеку, мама, и дана любовь Чтоб беречь друзей и прощать врагов Оставаясь при этом, мама, самим собою Я споткнулся, мама, головою в снег Я очнулся вокруг двадцать первый век Эпидемия жизни, мама Такой странный вирус Но ты знаешь, мама, у меня есть сын А у него в глазах такая неземная сия Я бы так хотел, мама, чтоб он счастливый вырос Время несется вскачь Время бежит по кругу Сколько же было слов Сказок не всерьез И несколько теплых слов Чтоб понять друг друга Несколько теплых слов Несколько теплых слов Теплых слов Ну что, нормально? Я тут буду перестраивать иногда гитарку Потому что у меня в разных стрельных позициях находятся струны Идет по свету желтая болтай Под ним Сибиря, под ним Алтай Позади Москва Впереди Китай Идет сквозь холод, сквозь небесной Через туман и через дык сквозь сновь Впереди Китай Идет сквозь небесной Идет сквозь небесной Идет сквозь небесной Идет сквозь небесной Под ним Сибиря Жалтай, болтай, стыдно Петер Вайс В его деревья танцуют вальс У него душа, как пыль, Голова девайс Жалтай, болтай, лепстят мужья Объем проблемы нафиг с ружья Напоминал свет на отстрелу в рожка Мы отгроняем свободу, над горами солнца с руки Но посмотри в эту воду И ты увидишь себя на дне, когда ты летишь Жалтай, болтай, шалтай, болтай Мы охраняем свободу, над горами солнца с руки Но посмотри в эту воду И ты увидишь себя на дне, когда ты летишь Жалтай, болтай Жалтай, болтай Жалтай, болтай Жалтай, болтай Спасибо Милый друг, в мгновение, скричь пистолет Мы с тобой бывали две тысячи лет До сих пор не поняв, что нужны боец или труп Применяли в свободе прием силовой Распинали апостола вниз головой Уходили в отрыв, чтобы после уйти в отруб Мы на русской места и выходим вдвоем Мы легки на помине и легки на подъем Начертив пентаграмму в руки, взят перевернутый крест Наши чаши полны, мы всегда на плаву Хотя дышим бензином и курим траву Наши тел небеса, хотя письмо уходим в подъезд Наши тел небеса, наши руки крепки и натружены Мы встретились в насиженных местах, чтобы уйти на свет Повернулись в площадь пустан и никого нет Выходите из дома, вы обнаружены Повернулись в площадь пустан и никого нет Выходите из дома, вы обнаружены Вы все обнаружены Я смотрю, как вдаль исчезают плоды Это те, кто при жизни хотел теплоты А вы только остались еще, ничего не о чем Как ни странно все те, кто поюгал стакан На огромных плотах, вырастя на белых А все те, кто был треск и прекрасен И ты с молочевым И не каждый, кто черен, кто красен, кто бел Все равно организм превращается в мел Когда-то тобой напишут на школьной доске Улетим на кориды, перейди рубикон Созидай кружи, исполняй закон Делай все, чтобы остаться в живых И не скидать в тоске Наши руки сильные, наши руки крепкие, надружные Мы встретились на сиженных местах, чтобы выйти на свет Подопнулись на площадь пустан и никого нет Выходите из дома, и вы оборужены Выходите из дома, и вы оборужены Подопнулись на площадь пустан и никого нет Выходите из дома, и вы оборужены Вы все оборужены Вы все оборужены В этой стране вы все оборужены 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 В этой вселенной Вы все оборужены Вы все оборужены Вы все оборужены Вы все оборужены Я побывал в таких местах в нашей стране, не только в нашей стране, у меня был тур по Украине замечательный, был тур по Беларуси, ну и конечно я летом очень много ездил на всякие разные фестивали, типа там знаете, ну рок-фестивали типа нашествия и фестивали авторской песни, фестивали там литературные всякие разные. Побывал в Якутии, на Дальнем Востоке, ну то есть в общем в тех местах, где не чаял вообще когда-либо очутиться. Вот, и на одном из фестивалей со мной произошел, сейчас подстроюсь, произошел курьезный случай, веселый. Значит, представляете себе, ну июль, жаркое лето, поляна, залитая солнечным светом, значит, очень много народу, там, ну не знаю, может быть три тысячи человек или четыре тысячи человек, все они сидят, слушают музыку. И в чем, как бы, в чем заключаются обязанности почетных гостей? На самом деле мы просто играем по полчаса каждый вечер, вот и все. А молодые конкурсанты играют по 10 минут, то есть вот только единственное отличие есть. Вот, и, значит, случай произошел со мной такой. Вот это вот поляна, я сижу и играю свои полчаса, время где-то, ну, четыре часа вечера, может быть. И, значит, за сценой всегда должен быть человек, который показывает вот так. Это означает одна песня, значит, и освобождай плацетарм для следующего выступающего. А, значит, я чувствую, что играю уже очень долго, ну, там, как, посматриваю туда так нервно, за кулисы. Пальцы нет. А пальцы вообще никого нет, просто никого вообще. Я думаю, ну, наверное, что-то случилось, может быть, кто-то заболел, отравился, или еще что-то. Ну, всякое бывает, лето, фестиваль, вот. Пальц занят. Ну, вот. Да, да. Ну, вот. Да и, в общем, иду и продолжаю играть. Значит, вдруг появляется человек и делает вот так. Вроде, ну, продолжай как-то, да. Я понимаю, что надо играть дальше, значит. И я играю, значит, отыгрываю, ну, практически полноценный концерт, там, уже там больше часа. И что происходит? Значит, значит, если условно разделить вот поляну на две половины, относительно меня, правая и левая, да, то со стороны левой половины поляны, значит, появляется губернатор области, в которой проводится вот этот фестиваль. Появляется не один, со своей свитой, значит, там какие-то, может быть, даже со своей семьей, не знаю. И вместе с ним легендарный хоккеист Владислав Третьяк, который тоже, как известно, занялся административной какой-то работой. Не знаю, кем он там стал депутатом или кем. Вот. И они, значит, у них такой ряд стульев, они так рассаживаются. А следом за ними на поле появляется небольшая машинка такая, значит, с прицепленным к ней кузовком. А кузовок накрыт тентом. И губернатор с видом блаженного Иосифа, значит, направляется к этому кузовку, откидывает этот тент. И все видят, что там с горкой мороженое. То есть, ну, пломбир, вот этот вот обычный сливочный пломбир. Это я позже, конечно, узнал я, у меня не такое хорошее зрение. Вот, я позже уже увидел. Вот, ну, как оказалось, это был обычный сливочный пломбир в такой хрустящей вот упаковке целлофановой, да. И он начинает, значит, встает на такой приступочек и начинает кидать этот пломбир в толпу. То есть, вот, он заходился от собственной благости. То есть, у него, у него, это вот нимба только не было над головой, понимаете. Он кидал, а, в толпу, господи, кормилец приехал, называется. Значит, я понимаю, дети, ну, здоровый ребенок от мороженого вообще-то не отказывается, да, ни в какой ситуации. Но взрослые, ребята, это что-то вообще, они, значит, расталкивая локтями друг друга и собственных детей, значит, бегут за этим мороженым. И вся левая половина поля, она превращается в один момент просто в какие-то, там, не знаю, полминуты превращается в такой, знаете, круговорот мороженого в природе. Друг у друга вырывают, машутся, там, едят его тут же. То есть, вот это вот все, да. А правая половина поля, значит, это как бы такая либеральная интеллигенция. Видно, что им тоже хочется мороженого, но они такой, знаете, укористный, посматривают на своих собратьев, но не бегут, сидят, то есть, слушают. А я все это время пою, конечно, забыл добавить, что я-то пою все это, лирические свои песенки там какие-то, вот. И губернатор-то не догадался на сцену так кинуть? Не догадался, к сожалению, да, вот. Или к счастью, кстати, не знаю, да если бы он кинул, это вообще было бы, думаю, это было бы очень весело. Вот, кстати, да, вот надо будет в следующий раз организаторами сказать, чтобы и мне перепало там как-то, вот. А я продолжаю петь, а люди, значит, справа слушают, слева едят, вот. И как-то такое ровное разделение, понимаете, вот, честно, не придумывал. Кому влево, кому влево. Вот, да, ну там, там все сразу, прям, вот. Ну, значит, дело в том, я потом уже узнал, почему именно меня поставили на это время, чтобы там вот, ну, оказалось, что они, естественно, знали, что будет губернатор. Хотели, чтобы именно я был на сцене в это время. Почему? Вовсе не потому, что я лучше, чем кто-то другой, а потому, что я был на этом фестивале впервые. И организаторы, ну, знали меня как исполнителя исключительно лирических песен. И, а поскольку, видимо, были прецеденты в прошлые какие-то года, были прецеденты, что участники, находившиеся в момент приезда губернатора на сцене, начинали петь социальную лирику, там, гражданскую. Ну, в общем, внезапно у них просыпалось чувство такого бунтарства, знаете, и они начинали со сцены вещать правду, понимаете, вот. И они решили, что, ну, вот, Паш Мяковский как раз вот этого делать не будет. Но они прогадали. Прогадали, причем, как бы, прогадали потому, что, ну, это называется, наверное, вот в этом случае применимо слово судьба, потому что губернатор приехал позже, чем ожидалось, как вы понимаете. И все свои лирические песни, вот, о детстве, о любви, вот, понимаете, о России, вот, я их все спел. И у меня осталась только одна. И вот я, просто я подвожу как раз к этому, да, что, как раз я хочу, чтобы вы, как бы, визуально даже себе как-то это представили, что вот лежает от машины, вот, губернатор начинает кидать мороженое в толпу, значит, вот эта вся картина, а я начинаю петь вот эту песню. В нашем городе митинг, толпа штурмует дворец, кричу, меня накорми, где, и получаю вторец. Но вот пройдет пара суток, и я возьму, завесло, вот куда она с тобой, завесло. Вот куда она с тобой, завесло, вот куда она с тобой, завесло, вот куда она с тобой, ой, ой, ой. В нашем городе ветер, гоняет ворота с крич, я словно облако светил, а ты, как робот и скричь. Вчера была завастовка, и нас с тобой, завесло, вот куда она с тобой, завесло, вот куда она с тобой, завесло. Вот куда она с тобой, ой, 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 ой. В нашем городе зритель неудаст, даже не съезд, но аж штрафует водитель за беспилетный проезд. Но моя мама, свобода, любовь мою, завесло, вот куда она с тобой, завесло, вот куда она с тобой, завесло. Вот куда она с тобой, ой, 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 это шап-шарени, 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 шап. Шап-шарени, 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 шап. Я буду шум Вот такая письма. Мне кажется, вечер еще веселей, когда атакует ноябрьский холод с нарядами влаги из дыр и щелей. Мое пианино фиаско из клавиш, игра неказиста, мотив нарочит, но если ты, Боже, меня не оставишь, оно заиграет, оно зазвучит. Оно заиграет, летя и врачуя, сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую. Так будет, так будет когда-то. Потом. Надежда на завтра купительный вирус гвоздями рассвета прибьет ко кресту, и время мое, как рубашка на вырост, износится раньше, чем я дорасту. Иглой патефонный, изорван, исколот, зажеван, как пленка старинных кассет. Я меньше, чем счастлив, я больше, чем молод, играю все так же, а пью, как сосед. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нынче такая стоит пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад. АПЛОДИСМЕНТЫ Издалека пароходный вой, газ не цветила над головой. Ветер грозит сырой листвой, пылью дорожной моей полны глаза. Пристын река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней, глубже капнит и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплая стала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой, так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выду я, и сам себе завиду я. Вдруг воскликнул Господи, дай оглядеться. Через сборы гравия, быть счастливым вправея. Посеком по городу моего детства. Время стирает границы снов, мне не хватает привычных слов. Выразить то, что сказать готов. Детское эхо в тиши дворах, волосы мамы в серебрах. Женщина из моего ребра, где-то придет с кромыслом поводу. В ночь из дома выду я, и сам себе завиду я. Вдруг воскликнул Господи, дай оглядеться. 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 Мы эту песню на новом альбоме, который называется «Сальто Мортале». Мы написали этот альбом два с половиной года. Хотя изначально вообще-то он планировался, знаете, ну, как говорится, Господь всегда смеется над нашими планами. Я вообще планировал его как просто какое-то, ну, отдельное такое высказывание о том отрезке времени, в котором всем нам как-то приходится жить, существовать. Вот всю эту напряженность мне очень хотелось запечатлеть фотографически, я бы так сказал. И не знаю, получилось у меня или нет, наверное, об этом можно будет судить через, там, десяток лет, а может быть даже через пару десятков лет, и то не мне. Но альбом, все, что мы могли, все мы сделали. И мы где-то около двух месяцев назад начали с этим альбомом знакомить пользователей социальных сетей. На всех возможных ресурсах он появится, я думаю, что к Новому году, и на физических носителях тоже. И весной, когда мы, я надеюсь, что вы придете, и весной мы увидимся, весной я вам обязательно диски уже привезу, которые можно будет взять в руки, смотреть обложку, там, красивую обложку ребята сделали из Сибири. Вот. Знаете, вот история песни «Мудак» вообще берет свое начало в Ивановской области. Не в смысле того, что... Нет, послушайте меня. Нет, нет, я просто сказал, неуклюже сказал. Сейчас, если бы здесь сидели люди без чувства юмора, они бы поднялись и вышли бы. Вот. На самом деле, я поясню. Значит, мудаков везде хватает. Честно. Во всем мире. Откуда? Откуда? Из Самарской. Из Самарской? А, вот почему вы так громко смеетесь. Весело, весело, весело. Вот. Значит, почему? Объясню. Мой друг, большой друг мой, человек, который играет на клавишах частенько и в группе, и вообще и со мной, и там, с Оленом даже, когда я выступаю. Его зовут Петя Корягин. Он родом из Иваново. Живет он в Петербурге. Сейчас он там закончил какой-то университет, что-то связанное с административной деятельностью. Вот. И он весь в этом, как бы, ну, когда у него получается выбрать свободное время, он вот занимается музыкой. И он, у него бабушка живет в городе, который называется Плес. А как вы знаете, вот когда едешь по дороге, да, из Иваново в Плес, там будет такое, как бы, это, кольцо такое, что ли, да, дорожное, да. Вот прямо это Плес. А направо и налево, как мне Петя объяснил, это дальше, значит, там Медведева, а там Путин. Или наоборот. Я не понял. Может быть, у них даже одна дача, ну, а я не понял. Никто же этого не может сказать точно, правильно? Вот. Но точно можно сказать, что Медведев, будучи еще якобы президентом России, значит, он финансировал, напрямую помогал строить гостиницу там, в Плесе, которая называется «Частный визит». Эта гостиница принадлежит известному ресторату, очень известному. Она поставляет пирожки в Кремль и много еще добрых дел делает, вот, всяких разных. Зовут ее Елена Мунина. Она, на самом деле, очень хорошая женщина, интеллигентная, образованная и такая достойная очень женщина. У нее очень много приемных детей, кстати. То есть она, ну, правда, делает много хорошего. И у нее есть вот эта вот гостиница, в которой она, собственно, и обитает сама. То есть это ее, как бы, такое имение, да, знаете, да, знаете. Вот. И поскольку она дружит каким-то образом с Петей, я не знаю, в чем, как бы, их точки соприкосновения, он меня пригласил сыграть там концерт, вот. И говорит, давай там сыграем для людей, для постояльцев, а номер там, ну, стоит очень дорого. Вот. То есть можно, в принципе, за ту цену, в которой стоит там, в которой оценен номер за сутки, да, можно, наверное, эту избу купить вообще, в принципе, ну, где-нибудь в другом месте, не вплюсь. Вот. И, ну, там, правда, там стоят три избы, ну, такой хороший интерьер, древние, там, антикварные какие-то вещи, там, всякие шкафчики, комоды и так далее. И нас перед концертом хозяйка это пригласила к себе в кабинет для того, чтобы познакомиться. Мы с Петей, значит, сидим, общаемся с ней. Ничего, что я так много болтаю. Мне добро, хорошо. Очень хорошо, согласен. Вот, мне тоже хочется поговорить. И, значит, мы сидим, пьем чаек, поем какие-то песенки для нее, там стоит хорошая пианино, такой старинный, Петя играет на пианино, я пою, значит, какие-то романсы мы там пели. И в какой-то момент она задает вопрос, скажите, а у вас есть веселые песни? И я так, знаете, я так задумался, говорю, наверное, нет. Ну, я пою о радости, я пою о каких-то таких человеческих переживаниях, о каких-то таких важных, сакральных вещах, которые в нас, ну, живут всегда и никуда от нас не уйдут никогда из нашего сердца, из нашей души. Такие вещи, как детство, такие вещи, как встреча с любимым человеком, встреча своих вообще. То есть, ну, какие-то такие сакральные вещи для каждого из нас. Но вот веселых песен, наверное, нет. Она говорит, что, и хулиганских вот таких, золотных? Нет. Говорю, нет. Она говорит, ну, тогда я не позову вас на Новый год играть как паратиф. И таким образом, больше я в этой гостинице никогда не был. Однажды я ее встретил на, значит, капустнике ежегодном театром, театром, мастерской Фоменко. Вот там ежегодно проводится 13 января каждый год капустник. И вот там она была со своими пирожками. И вот мы там встретились. Но на Новый... А что, кстати, не ее? Ну, в смысле, она их привезла туда, наверное. Я не знаю, вы не ее дочь, нет? Потом вдруг я сейчас на себя... Я просто вместе копал Плес, когда в детстве. А, да, да, вот так вот. Интересно. Исторические расколки у нас тогда были. Интересно. Мы еще об этом поговорим. Вот. Ну, Плес, это же прекрасно. Ну, Левитан, три плодотворнейших сезона, великие произведения искусства. Вот. Так что я денег не заработал на Новый год. Не поехал никуда. Но задумался. Но задумался. И спустя какое-то время у меня появилась песня, которая называется «Мудак». Вот. Эту песню мы записали, и она вошла в новый альбом «Сальто Мортале». А записали мы ее интересным таким трио. Помимо меня, в этой песне еще спел Чиж, Чекровков Сергей Николаевич и Маргулис Евгений Шулинович. Маргулис поначалу, что-то меня режет слово «Мудак», может быть, заменим. Я говорю, ну, если мы заменим, тогда вообще смысла в песню не будет просто. Ну, в итоге так и оставили. А спустя где-то две недели после того, как я ему прислал окончательную версию сведения этой песни, он мне написал такое сообщение. «А можно, братец, буду я эту песню исполнять сольно на своих концертах?» То есть он ее как бы прочувствовал. И больше его не резало это слово «Мудак». Ну, собственно, и вот. И еще там сыграл на губной гармошке замечательный Харпер Борис Плотников. Я считаю, что это лучший вообще Харпер нашей страны. И если вам будет интересно, если вы еще не слышали, то вы можете в ВКонтакте, например, набрать «Хьюга, мудак». И вам эта песня сразу объявится, скажем так. Вот. Но, к сожалению, Чиш и Маргулис не смогли сегодня приехать. Вот. По той простой причине, что они вчера немножко перебрали в Шуе. У нас был оглушительный концерт в Шуе. Вот. И они остались у Иры дома. Они сейчас отсыпаются в таком полузабытии. Вот. А я, значит, отбываюсь тут за нас, за всех троих. Так что надеюсь, что она не потеряет в своем задорном качестве. Играет музыка. Я вижу тебя третьим глазом, я думаю, кто из нас прав. Враги захватили мой разум, ТВ главпочтам телеграф. И степень духовного роста уперлась в нагретый червак. Любить это непросто, когда ты последний мудак. Любить это непросто, когда ты последний мудак. Тепло нам с тобой только снится, и столбик термометра вниз. И кто-то свалил за границу, а кто-то ушел за карниз. Но все порастает на росты, и годы сменяют века. Любить это непросто, особенно любить мудака. Любить это непросто, особенно любить мудака. Тепло нам с тобой, мертвые гнут фарфары. Шевелили перед постелью, я думал, что я чреват. А вышло, что я как мастерин. Прохвост обвиняет прохвост, арбитр объявляет вещья. Любить это непросто, особенно среди мудачья. Любить это непросто, особенно среди мудачья. Башни набиты соломой, стоим в два ряда вдоль стены. Один на защите диплома, второй на защите страны. И было б чему удивляться, мир не плох, не хорош он таков. Пока женщины будут влюбляться, и имущество так мудаков. Пока женщины будут влюбляться. Преимущественно 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 Раз, два, три, chord Раз, два, три, шею! И сыграл как мода. Ну вот, есть песни, которые, ну, скажем так, можно охарактеризовать как, ну, не знаю, визитные карточки. Это, знаете, это когда вы находитесь на каком-то большом сборном концерте или на фестивале, да, стоите у сцены за руку с любимым человеком, например, и слушаете какого-то неизвестного автора-исполнителя, вам неизвестного. То есть вы не знаете, кто это, и он поет одну песню, вторую, и вы так, господи, что это, что это такое, пойдем, дорогой. Ну, если вы женщина, а если вы мужчина, пойдем, дорогая, конечно. И уходите от сцены, и вдруг слышите какую-то знакомую мелодию. И поворачиваются, подожди, что-то знакомое такое. Потом под припев, ах, так это он автор, гениально. И бежите обратно. Я вот о чем говорю. Визитные карточки. Одна из визитных карточек, судя по, ну, мнениям наших постоянных слушателей, это песня «Радость моя», которую я написал несколько лет назад, около лет, наверное, шести назад. Начал писать эту песню, когда еще жил в Нижнем Новгороде, а закончил уже в Санкт-Петербурге. И для меня эта песня дорогая еще вот почему. Мы когда, я ее только-только написал, мы с моим другом решили проверить ее на, так скажем, на аудиторию. Значит, обыграть как-то это все. И пошли в переход под землю в Петербурге. Это на гостином дворе. Значит, мы спустились туда. И я взял гитару, пою какие-то песенки. И между ними, ну, буквально каждую третью песню, каждая третья песня, это как раз «Радость моя». То есть вот таким образом я ее пою. И собралась огромная толпа, и я понял, что у песни, значит, хорошее будущее. Потому что я и сам, в принципе, ощущал, что вроде как песню удалась. Радость моя не плачь, слезы свои утри. И, заглянув в глаза, скажет, «Ломай перо». Ведь жизнь — это лишь вокзал, а смерть — это лишь перо. Пока не сошли с ума, ты радость моя пойми. Мой город стал слишком мал, в нем тонет огромный мир. А под проливным дождем все пропадет само. Мой поезд стоит и ждет, чтоб нас увезти домой. Какая глупая жизнь стоит стакан на столе. Я очень сильно устал, я прожил три сотни лет. Сегодня все, как вчера, все та же злая игра. Лети, 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 лепесток, свою дорогу люби. Люби свой дальний восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет туда, где нас больше нет. Лети. Радость моя. Очнись. Жизнь — это только сон. Ты слышишь, в сыром ночи Крутится колесо. А я допою куплет. И сдвинутся полюсом. Радость моя, привет, встречная полоса Какая глупая жизнь, стоит стакан на столе Я очень сильно устал, устал ходить по земле Сегодня все как вчера, все даже за моей драм Лети, лети в небесном, свою дорогу люби Люби свой дальний восток, люби Урал И Сибирь лети во тьмы на свет Туда, где нас больше нет Какая глупая жизнь, стоит стакан на столе Я очень сильно устал, устал ходить по земле Сегодня все как вчера, все даже злая игра Лети, лети в небесном, свою дорогу люби Люби свой дальний восток, люби Урал и Сибирь Лети во тьмы на свет, туда, где нас больше нет Лети, лети, лети Радость моя, не плачь Слезы свои внутри Лети, 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 лети Всегда на скрипке, рода братья, по черепицам свод небес В нас уживаются, как братья, и бог, и бес И смотрим мы с немой тоскою на реки северных Пальмир Над самой быстрой рекой и свет, и мир И мы у бога просим визу из этой жизни в край мечты А сами ходим по карнизу, и я, и ты Клокочут кайновы гены, и крови вкус солоноват Но нам не выпросить Шенгена, ни в рай, ни в ад То ли чудится мне, то ли снится То ли в памяти, то ли в бреду Что какая-то синяя птица Над дорогой увлечет беду Но какое беда не случилось Даже хладный и зрячий не мой Я хотел бы маяторским утром вернуться домой А у птицы не крылья десницы И десницы ее холодны По ночам эта странная птица Долетает легко до луны Мне плевать, что луна пророчит Под своей большой синевой Я хотел бы маяторским утром вернуться домой Бух дождями ее не смывает Не крушит вон нами ко мне Говорят, что ее не было нет Но она прилетает ко мне И когда я пою про счастье И она повторяет за мной Что ей бы тоже хотелось на утро Вернуться домой Ей бы тоже хотелось на утро В ноябре с небольшого похмелья Позабыв свое предназначение Вернуться домой Вернуться домой Вернуться домой Спасибо. Спасибо. Полетело лето в пролеты Осенья с сединой Леший вышел в лес на работу Вылез из воды водяной Туримар попал на экраны И его уже не поймать Но если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Но это помят старые гости Это хорошо в двадцать три Когда будущее просится в гости Прошлое скребет изнутри Кто-то выбирает тирана Кто-то поудобней кровать Но если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Если бы я знал, где края малира Было бы легче сживать Терплый плед докинуло пречи В алый дым керде это соль Терплый плед докинуло пречи В алый дым керде это соль Но все эти раны не лечат А память сыплет белую соль И кажется, ребята, пора нам Что-то нужно срочно решить Мне наплевать, где края малира Было бы легче сживать Мне наплевать, где края малира Было бы легче сживать Мне плевать все края мои равные, Раду все равно не зашить. Она моя страна, Наливное гетто, Двенадцать месяцев зима, а остальное лето. Ждали-ждали лето, да? Только-только вот прям дождались, и все, и нет, и ужин. Но ничего, мы дождемся следующего. Кануло лето в лету В мухую воду лужа, Ждет проводник билета, Господи, еду в глушь. Там незнакомый климат, Будто бы холодней, Как меня люди дремут, Сколько пробудут дней. Передо мною карта, Ветер метет пером. Мы в тесноте плацкарта, Стая больных ворон. Это чудесно, то есть Вновь сведены мосты, Но завтра прибудет поезд, А на платформе ты. Кружен цветные пятна, В плейере старый брит. Ты, как всегда, опрятна, А я, как всегда, не брит. Взрывы и канонады Перед большой зимой Так мало для счастья надо, Так мало для счастья надо, Вместе идти домой, Вместе идти домой. Вместе идти домой Спасибо. Я считаю, что самое главное в моей жизни, Вообще это со мной происходит постоянно, И это огромное счастье, Это встреча с людьми. И я очень часто встречаю замечательных людей, Которые, каждый из них одарен по-своему, И некоторые из этих людей даже, ну скажем так, Приобрели статус легенд, наверное, да. И одна из таких встреч, это встреча с Борисом Борисовичем Древенщиковым, Которому как-то однажды, уже через пару лет после знакомства, Я пришел и попросил его, попросил разрешение исполнить две его песни, Которые особенно мне нравятся. И он сказал, сколько песен? Я говорю, две. Он говорит, бой хоть двадцать две. И знаете, я так сразу как-то внутренне, ну так, Ну не зря живу, ну раз такой ответ, ну что-то. Потом мне сказали, что он всем так отвечает, И насколько быстро и высоко я взлетел, Так же быстро и низко я упал. Вот. Но, на самом деле, это, конечно, я так шутя рассказываю, На самом деле, для меня это, так или иначе, это большая честь, Потому что для меня это, ну, скажем так, Обязательное условие, правило, я не пою чужих песен, Если сам автор не дал на это своего согласия. Вот. И поскольку Борис Борисович, несмотря на то, что он всем так отвечает, Разрешил мне эти песни петь, Я с огромным удовольствием спою для вас одну из этих песен. Она называется «Еще один раз». Это песня с альбома «Лошадь белая» 2008 года. Серые следы на сером снегу, Сбитые с камней имена, Я много лет был в долгу, Мне забыли сказать, что долг заплачен сполна, Пахнет застарелой бедой, Солнцу не пробиться в глубину этих глаз. Теперь мне все равно, что спрятано под темной водой, Едва я вернусь сюда еще один раз. Есть одно слово, которое сложно сказать, Но скажи его раз, и железная клетка пустая, Останется ночь, останется снежная стиль, Молчащее небо и северная звезда. И кажется, что там впереди Что-то непременно для нас, Но сколько не идешь, отсюда никуда не уйти. Едва я вернусь сюда еще один раз. Над спутной землей бешено кружит воронье, Над ними синего но они никуда не взлетят. У каждого судьба, у каждого что-то свое, Они не вырут из клетка, потому что они не хотят. И если мы ведем один плечом, Все листается снова за час, Но сколько ни кричу, Пустота в пустоту ни о чем, ни о чем. Есть повод прийти сюда еще один раз. Ещё один раз. Ещё один раз. Еще один раз, еще один раз, еще один, еще один, еще один. Еще один автор, один из таких редких случаев, человек, песни которого я тоже исполняю периодически на своих творческих вечерах и концертах. Это Вадим Демидов, лидер Нижегородской группы «Хроноп». Я вам уже неоднократно рассказывал об этом авторе. Я думаю, что некоторые из вас наверняка сами знают о том, что это за человек и что он в своей жизни сделал. А сделал он очень много. Он, помимо того, что музыкант, еще и замечательный журналист. И прекрасные несколько книг, стихов у него вышло. И написал четыре романа, номинант на большую книгу, между прочим. Так что вот такой вот большой, правильный, светлый человек живет в городе Нижнем Новгороде всю свою жизнь. Группа его, ну тоже, я считаю, что это культовая группа. Она имеет уже более чем 30-летнюю историю. И, ну вот скажем так, что не все, не все, так сказать, медийные личности, да. Вот Вадик, он не медийный совершенно, и поэтому он до сих пор как бы вот сидит спокойно себе, делает какие-то большие такие художественные вещи, выпускает книги, диски. А я как-то раз тоже попросил у него исполнить, ну я у него попросил три песни. Он мне разрешил, но спустя какое-то время, значит, я услышал какую-то его новую песню на концерте. Он пел по гитару. И подошел к нему, говорю, Вадим, давай быстрее записывай, чтобы я ее выучил и тоже начал петь. Он сказал, фигушки, я тебе больше ничего петь не дам. И я так, знаете, ну понятно так, поднапрягся, огорчился, расстроился в первый момент. И говорю, почему? А он мне объясняет, что оказывается в ВКонтакте люди создали соцопрос. Кто лучше исполняет песню «Двое»? Паша Пиковский или группа «Хронома». Вот. И Паша Пиковский выиграл. И Вадику это ужасно не понравилось, я его очень хорошо понимаю. Тем более, что у него на самом деле свое такое хорошее авторское исполнение, ничуть не хуже, а в чем-то я считаю, что это намного лучше. Но, тем не менее, опять же, судить не нам, я разрешил петь, а вам так вот я и пою. Спал и проспал на момент, когда ты ушла. Не на совсем, а как обычно, на службу. Вспомнил, что некуда идти самому. Спал и проспал на момент, когда выпал снег. Снег он как снег, но важно то, что он первый. Знаю, ты любишь наблюдать, как летят снежинки. Двое нужны для разговора. Двое нужны для поцелуя. Двое и для любви все те же. Двое нужны. Проголодался, проснулся совсем. В памяти всплыл, что вчера мы ругались. Я был не трезв и, вероятно, тебя обидел. Я позвонил, но ты отрезала связь. Чайник налил, прошел плиту с одной спички. Тут и заметил, что сготовила ты мне завтра. Значит, я все-таки простила. Двое нужны для разговора. Двое нужны для поцелуя. Двое, и для любви все те же. Двое нужны для разговора. Двое нужны для поцелуя. Двое нужны для разговора. Я взял гитару, чтобы склить мотив. Кроме как петь я нифига не умею Если не песней, чем тебя удивить Не знаю Мое, то, что я разговор Мое, то, что я поцелую 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 Моя, то, что я поцелую Меняй власть на фаров Давай иди, куда скажут Делай то, что позволят, тащим То, что загрузит тебе все по плещу Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу А ты делай, что хочешь, меняй подпись, напрочь Но я точно не буду менять крышком на путь И хоть глубокий арест менять сферу на крест Когда люди не верят меня, море не верят Когда грабли и древние меня, землю ланят Когда ты лучше меня, то ничего не меняй Давай иди, куда скажут Делай то, что позволят, тащим То, что загрузит тебе все по плещу Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу Иди, куда скажут Делай то, что позволят, тащим То, что загрузит тебе все по плещу Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу Не, я понимаю, что зима близна, конечно Надо обязательно хлопнуть в такт этой песни Обязательно Иначе я ее нифига не закончу Когда ты лучше меня, то ничего не меняй О, круго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы все мне сегодня рады Утихнет шум разговоров И я как звезда эстрады Какой-то великий воров Склеротики двоеверцы То помнят, а то не помнят Но я арендую сердце Как будто одну из комнат Мы ищем в тепло и в стужу На митинге, на концерте Собаку, работу, мужа Великой любви до смерти Мы страшно боимся ада Хотя доверяем змею А мне нифига не надо Поскольку я все имею Мы будем стоять и падать Но в итоге мы выстоим Свет в окнах наши плечи обнил Свет в окнах наши плечи обнил Вера в легенду Лучше не верье в истину Закономерная лесть Хуже безрассудной любви Закономерная лесть Затихло слепая вьюга, И солнце над миром греет. И мы не загрызем друг друга Встрелений быть добрее. Но голос дается стерху, Природою, а не нами. И Он угорает сверху Над нашими именами. 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 Мы будем стоять в память, Но в итоге мы выстоим. И он угорает сверху Над нашими именами. И он угорает сверху Над на мою, И он угорает сверху Над нашими именами. о 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 спасибо а о 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 Ты попробуй меня забери Из моей невеселой страны Где молчали громче крика Равнодушие страшнее войны Наши копии сильно уменьшены И уж если идти до конца Кто поспорит, что лучшие женщины Достаются нашим отцам Полететь бы по небу, по небу Скинуть вниз дорогое пальто Мы все время за что-то воюем Правда сами не знаем за что Изучили французский и греческий И звучит заброшенный лес Улыбается сын человеческий Наблюдает за нами свинец 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 Спасибо всем вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Небрежно сконков Простынь на матрасе Швырнув под стол Шопеновский клавир Напудрив нос и губы Разукрасив Выходишь ты в невыспавшийся мир В который раз накидываешь взглядом Еще не пробудившийся поток Людей немых Идущих где-то рядом Пусть вместе вы, но каждый одинок Зима по крышам домов На теле больших городов Искала большие дела Вершила большие дела Искала Ловила, ласкала Как маленький мальчик Оскала чужие песни На улицах Такого холодного Питера Такого холодного Питера У каждого в любви своя измена И правда тоже каждому своя И все боятся голода и тлена Притом борясь за речность бытия Но даже так, когда свобода Сыпка И хрупкие корни стержня И столба Пусть этот мир спасет твоя улыбка И пусть ее не выдержит толпа Зима по крышам домов На теле больших городов Искала большие дела Вершила большие дела Искала Ловила, ласкала Как маленький мальчик От скала Чужие песни На улицах Такого холодного Питера Такого холодного Питера Такого холодного Питера Такого холодного Питера Позел себя и выпрямил хребет, А ночь придет, задумаюсь и снова мучительно ищу себя в себе, И не могу ни букв найти, ни слова. Ответа нет, обманывай и хитри, Грози расправой, жги, болей из ружей, Какой же я, который там, внутри Совсем не тот, который здесь, снаружи Сдается мне и в час предсмертный я Ночной финал на шаг опережая Пойму, что жизнь короткая моя На самом деле вся была чужая Взобьется страх, изогнутый дугой Он по утрам всю жизнь в меня вонзался Окажется, что я совсем другой А тот, что был, он просто всем казался Неверен я, и мой неверен бой Спасения нет, и грусть моя сквозная Возможно ли было стать самим собой Себя притом не видя и не зная И вот лежу вокруг армада шеи Дожди из слез, бурга из насекомых Друзья мои, не плачьте о душе Вы все равно с ней были незнакомы И в небе синело синее И так же пенела пьянь Но вышел из дома и И вышел из дома я И руку зажав в руке Спеша замести следы Спустились они к реке И двинулись вдоль воды Дорога лопила сгинь И лес шелестил отстань Но шел не сгибаясь и И брел в тихомолку я Ни хлебом и ни строгой Друг друга не накормив Пытались найти покой И не знают, что это мифья Это мифья Это мифья И не знают, что это мифья Это мифья Это мифья И в лопасте без дым И млела сухая тлань Но пела по надежде и Пела свободе И руку зажав в руке Спеша замести следы Спустились они к реке И двинулись вдоль воды Вдоль воды Вдоль воды И в лопасте без дым Вдоль воды, вдоль воды И дым помесь вдоль воды Вдоль воды Ночью в голове заикают слова В телевизоре одна звезда другой Дает по морде новая зима Подтверждает плагиат Снова дождь, сроги не сляко типича А в двери входит та, что несет мне свет Который я забываю Та, что несет мне свет Который слепит глаза Та, что несет мне свет От которого жмурусь Та, что несет мне свет Ночью мне придет С одноклассников ответ Моя первая любовь Нашлась легко Но нету фото ей сегодня лет Ровно столько сколько мне Надо бы встретиться А в двери входит та, что несет мне свет Который я забываю Та, что несет мне свет Который слепит глаза Та, что несет мне свет От которого жмурусь Та, что несет мне свет Та, что несет мне свет Который слепит глаза Который слепит глаза Та, что несет мне свет От которого жмурусь Та, что несет мне свет Та, что несет мне свет Та, что несет мне свет О-о-о-о-о-ой Ой Что-то Не сидится Тома не сидится Не посиди мне Ой Я лечу как птица Да я лечу как птица К Ивановской луне А ты свое туманное счастье Отмороженным пальцем На стекле нарисуй. Пой, пока молодой, Ой, пей да гуляй, Пой да танцуй. Пой, пока молодой, Пей да гуляй, Пой да танцуй. Тень и сумость дарит, Щеки обжигает радужным кучом. Я жизни благодарен, За ее свободу, Крепкое причем. А ты свое туманное счастье Отмороженным пальцем На стекле нарисуй. Пой, пока молодой, Ой, пей да гуляй, Пой да танцуй. Пой, пока молодой, Ой, пей да гуляй, Пой да танцуй. Пой, пока молодой, Ой, пей да гуляй, Пой да танцуй. Пой, пока молодой, Пой да танцуй. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И очень надеюсь на то, Что весной мы с вами увидимся. Спасибо огромной Леночке. Где у нас Леночка? Что-то я ее не вижу. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, Улица. Прекрасные два концерта. Шури, Иваново, Любимые города. Спасибо большое Саше, И пространству и лом. Огромное спасибо Ване, Который, значит, Помог сегодня это все озвучить. Огромное спасибо всем тем, кто как-либо причастен к этому, и всем тем, кто никак не причастен. Огромное спасибо.